Ракушки и доллары обладают ценностью только в нашем общем воображении. Ювель Ной Харери Как звучит старое клише, история создается людьми. Но я верю в то, что многие уже поняли, что они находятся на переломном моменте нашей истории. Ключевую роль в этом сыграли небольшие группы людей. Как говорится в книге, в будущем в мире будут преобладать три основных типа людей. Супертехнологи, суперлюди и бесполезная масса. На первый взгляд это звучит ужасно, Но, немного подумав, это вполне может оказаться правдой. Вы террористы? Но из вас делают террористов. Центральный банк Японии террорист. Биткоин обладает силой подорвать все, что они делают с людьми в мире. На данный момент стоимость биткоина превысила 960 долларов. Никто не может подвергнуть его цензуре. Никто не может его захватить. Никто не может остановить его. Вы настолько сильно верите в виртуальную валюту? Биткоин беспокоит меня, поскольку он показывает, насколько просто все может быть. Биткоин первый и самый старый. Это быстрее и дешевле. Еще не поздно купить биткоин. Никто не контролирует биткоин. Тут не на кого подавать в суд. Во время ареста Чарли цена биткоина выросла до 1242 долларов. Всего четырьмя годами ранее один биткоин стоил 76 тысячных цента. Первый биткоин был создан 3 января 2009 года. Цифры на закрытии рынка сегодня. Рынок провалился, словно в колодец. Это был исторический день. Уолл-стрит буквально разрушен до основания. И даже показатели самых надежных компаний под большим вопросом. У нас бывшие министры финансов, которые идут из кабинетов на Уолл-стрит с сотнями миллионов долларов в карманах. В 2008-м я стал практически одержим вопросом, какую роль сами деньги играют в кризисе, и насколько правительство и банки влияют на деньги, и почему наши деньги были под контролем Центробанка. Если появляется что-то новое, то правительство либо одобряет это, или, по крайней мере, какое-то время игнорирует, или же старается полностью разрушить это, потому что боится изменений и чего-то нового. Это денежная революция. Биткоин — честная валюта. Ставка на биткоин. Как-то раз одному американцу по прозвищу Ласло захотелось пиццы. Но отрываться от компьютера ему было лень. Ласло в то время был страстно увлечен приобретением биткоинов, недавно появившейся интернет-валютой. И общаясь на форуме с такими же любителями виртуальных денег, он предложил свои биткоины тому, кто купит или закажет ему пиццу. За две пиццы он пообещал 10 тысяч биткоинов. Дело было 21 мая 2010 года. Мне нравятся такие вещи, как лук, перец, колбаса, грибы, помидоры, пепперони и так далее. Не нужно рыбы. Можно даже обычную сырную пиццу. Пишите, и мы договоримся. В какой стране вы живете? Джексонвилл, Флорида, США. Вы можете продать свои биткоины и получить 41 доллар. Я бы купил вам пиццу, но я живу не в США. Я боюсь, что мой заказ вас примут как шутку. Вы правда такой голодный или просто любите пиццу? Просто я думаю, это будет забавно, если говорить, что я купил пиццу за биткоины. Буквально на следующий день Ласло сообщил в социальные сети, что ему заказал пиццу некто Джеркас, который и получил обещанные биткоины. Я хочу сказать, что я купил пиццу за 10 тысяч биткоинов. Смотрите фотки. Спасибо, Джеркас. Поздравляю, Ласло, с этим историческим событием. Прошло немного времени, и электронные деньги стали дорожать. Через два месяца 10 тысяч биткоинов, которыми Ласло расплатился за пиццу, стоили уже 600 долларов. К концу года – 2400. К середине 2013 года их стоимость превысила миллион долларов. Вероятно, они останутся самыми дорогими пиццами в истории. Впервые я узнал о биткоине в 2010 году. Тогда еще не завершился финансовый кризис, и с работой было плохо. Я искал дополнительный заработок в интернете. В сети предлагали сотни способов быстро заработать. Чаще всего это было обычное мошенничество или азартные игры. Но один из сайтов предлагал работу другого рода. Нужно было подключиться к системе, которая что-то высчитывала. И использование мощностей компьютера неплохо оплачивалось. Система называлась биткоин. А сами биткоины объявлялись валютой будущего. Следующей ступенькой – эволюции денег. До появления денег люди обменивались тем, что у них было. К примеру, мясо меняли на каменный топор. Но мясо – продукт скоропортящийся. Накопить его невозможно. И топоры – громоздкие, и тяжелые – использовать в торговле неудобно. Люди стали меняться более мелкими, но ценными вещами. Сначала это были гвозди. Но если все время обмениваться гвоздями, то нечем будет строить. И тогда люди придумали меняться красивыми, редкими, но бесполезными предметами – ракушками. Так первыми деньгами стали красивые и уникальные по форме ракушки каури. Никакой пользы от них не было. Просто люди договорились считать их ценными, наделив определенной стоимостью. Аристотель же полагал, что деньги являются знаками ценности, по поводу которых люди вступили в соглашение между собой ради удобства сделок. И государственная воля, которая закрепила за благородными металлами роль денег, подтвердила это соглашение между людьми. Биткоины привлекало многое. Например, возможность мгновенно переводить свои средства в любую точку земного шара. Передача биткоинов происходит из рук в руки, от человека к человеку, минуя банки и другие финансовые институты. Такая система называется peer-to-peer, что в переводе означает «от равного к равному» и подразумевает анонимность. Продавец и покупатель знают только номера счетов друг друга. Никаких имен. Полная компетенциальность. Были своего рода фанатиками, которые влюбились в эту идею. Со временем майнинг биткоина по существу стал специализированной профессией, доступной любому человеку в мире, который в состоянии установить настройки. Именно поэтому майнинг все больше и больше становится отдельной профессией. Это даже становится своего рода проблемой, потому что сущность программного обеспечения биткоина дает силу майнерам принимать решения. И какое бы программное обеспечение они не выбрали, это становится ПО и правилами по сути всей сети. Таким образом, майнеры по всему миру имеют силу голоса по таким вопросам, как «какое программное обеспечение будет у биткоина, и на что сам биткоин как сущность должен быть похож?» Переворот в доверии. 21 миллион, и того число БТС, которые будут выпущены к 2140 году, 12,5 биткоинов будут выпускаться в сети каждые 10 минут в 2017 году. Сатоши Накамото достиг этого, и ключевой вопрос состоит в том, как вывезти это 21 миллион из сети биткоин. Если бы все мы просто отдали их Сатошу, у него было бы огромное бремя. Поэтому вы отдаете их всем людям в мире, женщинам, детям, американцам, бедным людям Африки, голодающим людям, коммунистам, всем, кто выбирает 21 миллион. И это та справедливость, до которой мы дошли, отдать их бесплатно всем желающим. Работа майнеров – брать все действующие транзакции, которые они видят, и затем собирать эти транзакции в так называемые блоки. И затем они заполняются, и наступает своего рода гонка с другими майнерами за привилегию иметь каноническую запись транзакций, которые имели место. В случае, если они выигрывают гонку, тогда появляется специальная транзакция, начиная с каждого блока, который награждает брендом внос созданный биткоин. Поскольку цены на биткоины растут, это стимулирует людей обратить внимание на оборудование для майнинга, что добавляет сложность производства в сети, то есть система наблюдает и вводит регулирование, чтобы стало труднее производить биткоины.